Тем, кто смотрит, наконец-то финал, блин, призовой 130к, Россия-Корея, финал, Дмитрий Костин, Undead, легендарный игрок, который пока не отдал ни одной карты на турнире, при том, что были Муны, да много кто был, были фокусы, были соины, три корейца как минимум, и... А кто в первом туре в плей-оффе у нас был? А, ну, собственно, фокусы был. Нет, фокусы был у нас в группе. Забыл я уже, кто у нас был в... Сок, Сок, Сок забыл. Сок тоже отлетел. Просто 3-0, там 2-0, 2-0, 3-0, 3-0. Тот на ваших экранах. Короче, серия многообещающая. Интрига, на мой взгляд, не очень большая. Потому что та игра, которую демонстрирует стабильная игра, высокоуровневая игра, которую демонстрирует Happy, не идет ни в какое сравнение ни с одним из участников турнира. Все косячат, все косячат. В разной степени, в разных моментах, за разные расы. Кто-то недоконтраливает, кто-то принимает неправильные решения, кто-то косячит с разведкой. Ну, погнали. 65% против оппонента. Worldwide. И, смотрите, где баланс? Да, где вот эти вот разговоры о дисбалансе? Где разговоры о рандоме? У человека Worldwide рейтинг 1, Race рейтинг, соответственно, тоже 1, и он в финале турнира сейчас будет убивать. Корейца. 2-0, 2-0, 3-0, 3-0. Давай в финале 3-0. Опять у него 21%? Это ошибка, друзья. Это у нас... Опять вот люди, которые на монтажке сидят, не соображают. Уже третий матч, 21% у него отрицательный. А все... Можно мемасик сделать. Happy 21%. Ну, ой, какой веселый лолит. Какой... Улыбайся. Кто это у нас тут сидит такой? Прогеймер за эльфов. Здравствуйте. Вот, он в интервьюшке сказал, что он прям разозлился, когда узнал, что... О, а вот это вот... Вот это вот убийца просто. Маньяк, ты псих, ты псих. Псих. Ненормальный. В хорошем смысле. Вообще никаких вот этих вот хиханек, как они, как они... Полная сосредоточенность на вопросе. Какой у нас вопрос? У нас тут какой-то кореец, улыбающийся. Щекастый. Вот. И это вот... Как правильное слово? Ну, приверженность. Какое слово подходящее есть? Ну, типа сфокусированность на цели. При... Господи, какое слово выскочило из головы хорошее. Подскажите, подскажите. Накидайте мне, пожалуйста. Средоточенность нет, концентрация нет, одержимость нет. Профессиональность нет, целестремленность близко, фанатичность, самодача почти. Почти близко, ребята. Концентрация, целестремленность. Нет, не то. Не возмутимость, приверженность. Приверженность близко. Вот я пытался... Пытался туда. Сфокусированность, сфокусированность. Да, ну, в целом, да, как, 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 как-то... Ладно, все, я не найду это слово даже на русском языке. Непоколебимость. Бисексуальность, говорит Бикс. Слушай, человек с никнеймом Бикс, который говорит бисексуальность по любому поводу, я бы на твоем месте как бы поанализировал немножечко... Никнейм-то когда ты выбрал, Бикс? Лет в 16, наверное, да? Во сколько? И тут вырвалось наружу, наконец-то, такой, ёпп, СТ, да, точно. Мы тебя откомментием, если что. Да. Классно. Загадочность, предрасположенность. Детерминированность. Ну, это преданность. Чатику отдельный привет, я поздравляю тех людей, которые сейчас вот разделяют этот эффект прямого эфира, когда еще непонятно, никто не может спойлерить, кроме меня, конечно, 3-0, но это все равно будет неверняк, абсолютно. Что будет, никто не знает в данный момент, и это чувство необыкновенное, когда... Ну, когда мы должны получить ответ на этот вопрос, станет ли Хэппи чемпионом самого классного турнира, который вряд ли кто-то сможет в ближайшее время переплюнуть. И как это произойдет? Отдаст ли он карту? Решимость. Необратимость. О-о-о, Спирит, привет. В смысле, неверняк я уже поставил. Извините, я не дал никакие гарантии. Силер говорит, ё-моё, я тут старик, впервые задонатил, меня загнорили. Ай, не успел. Ну и как, ну и как, ну что, ну как, ну и что? Ну и, ну и... Все, ребят, я пошел, я пошел смотреть, что написал Сайлер. Где он, что написал? 100 рублей, хорошо. Майкер, не игнорь, очень важно твое отношение. И к чему ли, Варик? А че тебя прямо в этот момент приспичило? Ну, а вот не знаю. Да, конечно, Варик, что за вопрос? Икс, в чем это сингл-игра Warcraft? С Warcraft у меня связано... Человеку держал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Так. Майкер. Да. Очень важно твое отношение. Интересно. Икс, в чем... Так. О, интересный вопрос новый. С Warcraft у меня гораздо большая связь, потому что Warcraft — это мультиплеер, Warcraft — это турниры, Warcraft — это репортажи, это более длинная такая история. Warcraft — это гудгейм, кстати, в том числе. Warcraft — это проплей в прошлом. Warcraft — это навигатор игрового мира. Огромное количество людей, с которыми я познакомился, благодаря Warcraft. Warcraft — это хозяин. В конце концов. Напористость. О, хорошо. Напористость. Погнали. 50 косарей за первое место. Метачат поддержал ваш канал на 400 рублей. О, Метакэт. Михаил, чатик. Хорошего вечера. Хорошего. Спасибо тебе. Спасибо за хорошие игры. Спасибо за спасибо. Понеслась, донатить начали. Игра началась. Е-е-е. Заапи. Не знаю. Не знаю. Разные были по разным играм. Не знаю. Но момент хороший. Хэппи пишет Хэфэ. Желать Гээл удачи человеку — это немножко лицемерно, на мой взгляд. Типа, надеюсь, тебе выпадет большая бутылка маны, нормальные там когти, рунные браслеты, например, или еще что-то. На третий Диабли 17к подсказывает было. Не помню еще. Чатик, я прошу прощения. Все, я пошел в игру. Вы там развлекайтесь. И знаете что? Я еще закрою озвучку, чтобы не отвлекаться совсем. Погнали. Первый Демон Хантер. Классика жанра. Ла Лайт решил поиграть. Поиграть так же, как пытался играть Мун. Но одного героя взять как бы недостаточно ли победы. Понимаете, здесь вы никого стратегии не удивите. Эльф может, знаете, взять Бестмастера первым, может взять Рейнджерку первым, может взять Тинкера первым, но и знать, как им пользоваться, какие там, естественно, хоткей, какие там скиллы, какой стиль игры, какие стратегии сочетаются с тем или иным героем. Но как бы это все-все... Это прекрасно знает и Хэппи, понимаете? Сейчас потише сделаю немножко, чтобы комментаторы, а то они какие-то громкие. Дмитрий пока не совсем полностью погрузился в игру. Минус вис. Сейчас не отметили, но Ла Лайт зевнул диспл виспа. И уже у Деки уровень не нулевый. Плюс 25 экспы. Дело даже не в уровне. Дело в том, что Ла Лайт совершил первую ошибку в этой игре. Мелкую, но мы же помним, что это не тот принцип, с которым нужно подходить к играм против Хэппи. А Хэппи не полностью погрузился, потому что уровень наклона головы у него еще не максимальный. То есть там есть фаза, когда он... Блин, как же он... Вы посмотрите на его лицо. Что-то в этом есть. Жесть. Второй ДК появился. Все верно. Исторический момент. Потому что игроки-то заработали что Ла Лайт, что Хэппи на этот момент больше, чем, естественно, 50 тысяч долларов. Даже на призовых. Поэтому... Да, это прекрасная прибавка. Мы там смотрели, что 50 по текущему курсу это там 3-6 миллиона, и можно где-нибудь на окраине Москвы. Ну, правда, нет, не в Москве, как мы выяснили, что однушку ты в Москве не купишь, только за МКАДом. Мы проявили этих самых... О, Игорь поддержал. Говорю, помню, в далеких нулевых правильно сказал про Варкафт. Варкафт не просто игра. Спасибо большое, Игорь. А может, это Брюс? Прист тоже. Скажи честно, представь, когда выиграет семейные граждане, признается, что любви скажет, что он хочет вернуть... Конечно, мы его простим. Конечно, мы его всегда готовы принять. Главное, чтобы свою главную ошибку Ла-Лайт совершил в самом начале, не сдался напрасно время терять. Так, все, возвращаемся к игре. Прибежал Хапач, подгрыз немножко Мунвейл, заставил одного Виспа сдетонировать, но... Лягуху подрезали. Можно сейчас будет скелета взять. Виспа адеконтраливает Ла-Лайт. Семь Виспов с пяти на шахте. Непорядок. 4-5 вернул. Одного не успел вернуть. Вторая гораздо более важная ошибка была совершена Ла-Лайтом. Сейчас у него 80% инкома, а не 100%. Я еще внимательно смотрел на этот момент, типа вернет, не вернет, не вернул всех Виспов. И с 4 минут 50 секунд приблизительно, ну ладно, с 5 минут для простоты, у него добыча... А, нет, все, вернул. Вернул. Как? Это, кстати, очень хорошо, что он сообразил. Обычно, если ты не замечаешь, ты уже по косвенным признакам потом, когда тебе по таймингу... Ну, например, приходит... Приходит Т2, ты подходишь к таверне и видишь, что у тебя там не 700 голды, а 600. И ты такой, ёппер СТ. Где же я зевнул так, что при стандартной ситуации, при стандартном тайминге, там же все по секундам. У меня на 10 типа секунд все смещено. Минус Висп. Минус Висп, потому что не может лалает и там, и тут. И там крепится с Бараком Снагой, и там... О-о-о-о... Ну, короче... Короче, пока что... Пока что 3-0. По той игре, которую мы наблюдаем с вами, пока 3-0. Все равно, как бы, этих ошибок недостаточно для того, чтобы проиграть на данный момент, Но тенденция определенная прослеживается. Правда, Демон Хантер сейчас зачищает и берет с сентри ворды. Хэппи думал, что Крипджекнет, ну, поймает на Криппинге на шахте, но, не обнаружив там противника, спокойно начал доедать, подъедать гнолов и получает третий уровень. Может быть, он, в общем-то, и не пытался прям поймать, но как бы тут два варианта, по сути. Ты либо ловишь, а если не ловишь, то почему бы не попытать удачу? Ой, много беляков у нас в части. Добро пожаловать на ГГ. Отличный повод, чтобы зарегиться, наконец-то, на goodgame.ru. Я бы точно не комментировал, если бы Гудгейма не было. Лалает. Блин. Лалает. Как он там, как он там не выскакивает? Ну, кость широкая. Пайпа выпадает. Ну, не в данной ситуации все-таки. Да, медведям полезно будет. Но у медведей после патчей не такая уж и большая проблема. Ну, на дистанции, да, я согласен, Пайпа все-таки топовый артефакт. Ой, зачем сейчас Хэппи это делает? Минус две. Минус две гули. Лорницу, это... Я не могу в это поверить. Это первое... Ой, господи, я не могу даже слово-ошибка сказать. Недочет со стороны императора. Неправильно оценил динамику Лорницы. Неправильно оценил, насколько много врага подходит. Хэппи книгу не взял. О-о-о-о, неужели? Да не-не-не-не-не-не. Еретики, сжечь! Сжечь! О-о-о-о! Окружение тремя юнитами. Нова минус гулька. Пытается заблочить. Пытается... Но Демон Хантер, конечно, бешеный просто. Третьего уровня. Окружение рядом с... Слушайте, но я могу точно сказать, что Ла-Лайт играет значительно лучше в данный момент, чем он. Значительно лучше. Хорошее окружение было. Крайне редкое. Просто окружать даже в чистом поле непросто, а отталкиваться еще от рельефа при этом. Ну, то есть ты должен предположить, что противник в определенный момент будет пробегать мимо конкретной елки, и именно в этот момент ты его должен закружать. Это вам не в чистом поле Демон Хантера там как-то гульками под Фрэнзи с аурой окружить, что тоже является не совсем тривиальной задачей. Вот. А окружить именно в тот момент, когда он оказывается рядом с елкой, потому что у тебя три юнита, ты не можешь окружить тремя юнитами. Ну, хотя можешь, на самом деле. Мы уже проверяли эту тему. Тремя юнитами окружить можно. Движок Варкрафта это позволяет сделать. Хотя я был долгое время убежден, что это невозможно. Минус Гуля, минус Арча, минус Финн. Ой, минус. Минус вторая Гуля. Минус третья Гуля. Я не совсем понимаю, почему тут Хапач сражается. О-о-о. Нага подходит. Нага подходит. Это хорошо. Тут же сразу меняется немножечко ситуация. Инвол передал. Блочить, блочить, блочить. Тележками блочить. Ой, пошел блочить заранее, но слепой демон побежал не туда. Ну что, 32-38, надо пушить его, экспант просто, и все. А, может, и не уйдет Нага? Нет, уйдет. Увидел сразу медведя с Риджио, он сразу. Побежал на экспант. И отмена экспанда. Вау. Ла-ла делает правильное, принимает правильное решение. Лоренца все еще, смотрите, там пылает, но производит медведей под шумок. Отмена экспанда у эльфа, с одной стороны, но время-то работает на самом деле на хапача. Можно эльфом играть две лорницы, как выяснилось, против одной базы андеда, но очень сложно. О-о-о, ла-лает! Вы видели? Дима подбегает, явно хочет делать моноберн в ДК, ДК успевает кинуть Койл. Дима отменяет анимацию моноберна, переключается на Огра, делает моноберн для того, чтобы ластхитнуть Огра, потому что видел, какое количество маны у ДК. Капец, ты псих! Не, ну, я просто переоцениваю Муна. Ла-лает сейчас лучше играет, чем он. Вы видели это? Вы видели? Вы видели? То есть, сама идея отменить Берн во время уже того, как принято решение, она почти ни к какому эльфу не придет. Ну, потому что не такие большие траты, ты не всегда чекаешь ману, ты допускаешь, что не успеет он сделать, там, кинуть заклинание. Чаще мы видим какие-то моноберны, снимающие небольшое количество маны у противника, но тут была еще задача не просто его забернить, но и попытаться добить Огра, и, кажется, с этой задачей он справился. Но криппинг продолжается, действительно. 46 лимита на 44, лимиты равные. Я бы только отметил, что Нага сама по себе, если сейчас не будет закрепления какого-то серьезного у Ла-лаета, это герой, с которым не хочется идти в долгую войну. Она очень, 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 очень быстро отлетает от прокачанных андедовских героев. Это, кстати, один из тех героев, у которых меньше всего запас ХП. Они, кажется, делят последнюю строчку с Личом по количеству здоровья. То есть даже Архмаг поплотнее будет. Нага, вот, Нага страдает, как раз фокус, телепорт, и телепортируется Ла-лает отсюда. Хэппи доедает от последнего Огра. Ну что, сейчас Хапач должен выходить через какой-нибудь центр на вражескую базу. Он светит ее как раз, блин, молодец какой-то. Ну он тайминги проверяет, думает, сколько у него есть времени. Впитывать последнюю точку или не впитывать. Ну и есть ли смысл вообще выходить в атаку? Хэппи сразу выходит из лимита. Это как бы сигнал, что он пойдет на Эксп, достраивающийся. Там я вижу, Энш-Новин делается. Это скорее для добавления гиппогрифов, чтобы можно было попроще с дестройерами справляться. Не только дриадами, но и гиппосами. А может быть, он сделает сначала Феррика. Я все жду эльфа, который будет стартовать правильно с такой стадии, с Ферри Дрэгона. Учитывая две тележки, три героя, правильно повешенный Феррик, особенно ввиду отсутствия сетки по умолчанию, скорее всего нет. Хэппи не тратил 150-150 на сетку. То есть там реально можно затащить сражение, правильно повесив Феррика. Димка ловит... Ловит Койл, прописывает Берна-70. Достраивает Сенш-Новинд. И ничего там пока не делается. База не работает, тайминг просто прекрасный. И чего, он не будет вписываться за него, похоже. Он не будет, он дает экспант. Но он видит, что там лимита уже. То ли из-за иллюзий, то ли... Даже без иллюзий тут уже 50 с небольшим плюсом получается. И Лолайт это оценивает. Он дозаказывает... Не, уже дозаказался. У него как раз два медведя вышло. Он сам контролирует вражескую базу. Может на халяву поставить, кстати, сам базу в правом нижнем углу. В этом есть смысл. Потому что сейчас уже нужно думать о будущем. О том, что хотелось бы рискнуть ради экономики. Берн хороший с 68. Нага без маны вообще уже у Хапача. Шестат лимит на 62. Ну все, экспанда нет. Экспанда нет, и Хэппи понимает, что ну нормально, че. Играем. 2-1 грейды, там вообще пустой эльф, кстати, по грейдам. Ни одного грейда на атаку нет у него. И это очень странно для лимита 60, и при том, что у него фейрик. О, вот все, ладно. Ладно, убедил, ты молодец. Лалает вместо гиппогрифа, делает фейрика. Дима пытается там с арбами нараздавать. Да. Пропускает виспов. Нет, четенько. Я думаю, что додушит. То есть лимиты равны, но... Вы знаете, у Хэппи нет такой темы, что он на определенном лимите начинает проседать. То есть он контролит... Продолжает контролить хорошо. Гиппогриф пришел. И тут же Хэппи делает телепорт, потому что у него нет сетки. У него сетка в заказе. Он подрезает медведя и ливает отсюда. Красава. Вон сетка доделывается в левый нижний угол, посмотрите. Все, понял, что... Ну, там гиппогриф бы его долбил, этот фейрик бы его тоже долбил. И понял, что лучше не стоит. Ну, ради чего. Первый грейд на атаку пошел у Лавлета. Да, и герой, кстати, у Хэппача тоже лучше. То есть у него просто плюс один герой, а по уровню почти одно и то же. То есть 4-4, 3-4, но Нага 4-3. Не сильно отличается. То есть это не такой плюс, например, как у Маутун Кинга с 3-го на 4-й. Или как у Таурена, который там ко второму стомпу добавляет еще ауру. Это вторая стрелка. Просто вторая стрелка, да, там хорошее замедление, но в таких лимитах она уже не настолько ценный герой. Да. С Феррантом. Картинка классная. Контролирует экспант. Очень хорошо так они аккуратненько притираются друг к дружке. Такое бывает именно в первой игре большой серии, потому что она важна по многим параметрам. То есть тут все стараются максимально сыграть надежно, притереться, подстроиться. О, ловушка! Ловушка! Он показывает, что он типа уходит, чтобы за ним полетели... Капец, просто как ребенка, как ребенка. Да, это Старкрафт тема. А что в Старкрафте такое? А кто в Старкрафте так же ловит? Минки закопал или как? Для одной базы, реально, удар с 6 лимит это сильно. Класс. Бейлинги. Бейлинги, да. Ну Хэппи играл в Старкрафт во второй из затерранных. Понеслось. Минус медведь. Сейчас развал будет, скриньте. Извините, опять Баклан проснулся у меня. Четыре дестройера, которых никак не убить. Толпа коз, которые отваливаются. Микроконтроль прекрасный, Нага терпит. Минус Дима, просто взорвался Дима! Он ни одного юнита не потерял! Просто что-о-о-о! У него было 80 лимит, и осталось 80 лимит, и он никого не потерял во время финального сражения. Ой! Димон. Он вам не Димон? Из ключевых моментов отмена Экспандерас. О, сразу ГГ плюс от Аспиранто. Это первая карта, значит, сейчас 225 ключей на ГГ в чате. Второй, дави! О-о-о, классно! Плюс 222 подписки для людей, которые... Еще будет две карты, еще будет 222 подписки за каждую, так что... Давайте, самое время, регица на ГГ, спасибо Аспиранто за ключи. Ух! Ну, видите? Видите? И для нестабильного эльфа... А все эльфы нестабильные. Уже сто раз об этом, блин, говорил. У них столько вариантов, у них столько головных болей, у них там козлы, Демон Хантеры, у этого еще Варденка есть, есть там Экспандер на базовые выходы, там лорницы, Эншенту Винды, там Масс Эйр, соответственно, в зависимости от карты. Один барак, два барака. О-о-о-о! И если... Если не начинается... Ну, если эльф не выигрывает, то... Ну, первую карту, то, блин, камбэчить сложно. Все, это... Морально переиграл, уничтожил. Вот, это очень хороший момент показывает, это реально. Так. А, он еще лечом. Красиво. Там еще инвол. Да-а-а! Я слово вспомнил, давай, Кварт. Похож на географа из школы. Похож на щегла. Блин, хороший момент с сеточкой. Ну, ты видишь, как эти ребята летают за тобой? Улучаешь момент, когда он не видит, закапываешься, а потом показываешь, что ты, типа, идешь, следи за мной, смотри, какой я. И все. А дальше уже, несмотря на то, что Ла Лайт среагировал молниеносно, там уже в Финдам только выкопаться, и все. А сетка на автокасте, и все ловится. Привет, привет, Беликам, отдельный привет. Следующая карта Тайт Хантерс. Валидола даже не нужно на финал, понимаете? Он молодец, он долго держался, но проблемы были в том, что Экспанд отменил раз, Экспанд отменил два. Ну и потом в Лейте минус 6 лимита и недоконтроль. Но, я не помню, я начинал мысль, но, конечно, не договорил. Я хотел сказать, что у Хэппи контроль не так сильно страдает с увеличением лимита, как у многих других игроков. То есть в Варике обычно во время сражения у вас, несмотря на то, что юнитов, типа, не так много, как в Старкрафте, вам всегда хватает куда тыкать. Даже когда у вас там один архмаг, элементаль, три футмена, и вы там встречаетесь с такой же армией, там есть что делать. Там пофокусить, отвести, вернуть. Заранее можно отвести, причем можно заранее отводить по повороту архмага еще по анимации. Там фишек хватает даже в базовых ситуациях. А когда лимита уже значительно больше, то есть у него там 4 дистра, 2 тележки, дистрами диспейлишь, фокусишь, тележками там прокликиваешь их, подконтроливаешь, чтобы не было. Финдов там кого-то закапываешь, кого-то лечишь, кем-то фокусишь подрядом, естественно, тоже. Плюс у тебя еще добавляется 3 героя, у кого-то нового, у кого-то койла, у кого-то форкет со стрелочкой. И естественным образом люди начинают подтупливать. Начинают... кто-то может зимнуть героя, из-за того, что слишком много информации, ты не можешь все фильтровать, зачем-то не уследишь. Вот. У Хапача в этом плане практика прекрасная. И чаще всего, если доходит все до лейта, и у обоих армии хорошие, даже более того, если у противника армия больше, чаще Хэппи переконтроливает. Как-то так. Поэтому Ла Лайту не на руку было вот так вот с одной базы. Ну, это вынужденная была необходимость, понятное дело. Но чем дальше шла игра, тем меньше шансов было у Лолиты на какой-то камбэк. Вот и все. Волкотруп, спасибо большое. Интересный факт, Хэппич на этом турнире играет против корейцев. Это очень хорошо, потому что он, собственно, только с корейцами не играл. Да, но хорошего орка не хватило. Лина не хватило. И Хитмана тоже не хватило скилла его в игре против эльфов, чтобы просто дойти до Хапача. Фейковый будет замах? Развел уже, развел, смотри. Был замах. Висп такой, не, я буду этим, буду Мунвеллом. Потратил, соответственно, ресурсы какие-то. Демон Хантер приходит снова. Попытка окружить, но Димка довольно бодрый, резвый. Здравствуйте, стоп-лосс. Всем привет, друзья. Всем-всем привет. Супер-пупер финал, блин. Гулька убегает. Надо бы отправить... А, он уже отправил скелета, кажется, для того, чтобы проверить. Ставите халявный экспант. Иииии... А вот не факт, что нужно окружать, потому что две арчи уже есть. И это проблема. Потому что они добавляют неплохо по урону, и гораздо проще будет выходить из окружения. Но Хапач вроде собирается окружать. Нет, не собирается. Третья арча подошла. Еще одна гулька битая. Дима танкует хорошо, арчи стреляют хорошо. Ла-лай тут отконтраливает очень хорошо. Естественно, Хапач вообще никого не отдает. Отступает благодаря там Мауре. Гули битых отправляет на базу. И при этом он сделал разведку, смотрит, что на экспе у эльфа стоят нейтралы, и ничего криминального не происходит. То есть рашить никуда не надо, не надо пытаться что-то отменить. Строящиеся на халяву, все в порядке. Один магазин, Тайт Хантерс, да? Ботинки взял. Отвечает ботинками. Я допускаю, что даже тут поменяется порядок героев у Хапача. То есть он возьмет вслед за Ла-лайтом Нагу. А потом будет только Лич. Не факт, конечно. Я, если честно, не знаю, насколько практикуют, не практикуют Дима вторую Нагу. Но в ситуации, когда у противника есть ботинки, и ты в ответ взял ботинки, напрашивается Нага. Напрашивается Нага. Может, там в любом случае будет агрессия, и у тебя тоже появляется возможность взять героя, который, ну, такой же, не уступает. И можно не пасовать при встрече в следующий раз. А Лич с сапогами, не с сапогами, это, ну, это не Нага. Он не такой полезный, будь он мобильный или нет. Короче, я думаю, что это будет Нага на Т2. У обоих игроков имеется в виду, не только у Лолиты. У него-то понятно, что здесь пахнет ногой. А вот именно у... Как же Гульку он отконтроливает. Не факт, что спасет. Потому что там... Ай-яй-яй-яй-яй. О-а-а-а-а! Ты твоюжишь мне. Блин. Отличный пример стиля Хеппи. Вот не совсем понятно было, целесообразно или не целесообразно, потому что Арчи рядышком, Димка заряженный, и у него есть этот. Но если надо исполнить, он исполняет, он окружил опять. Ждем Нагу. И Нагу Хеппи берет. Прочитано. Только надо ботинки передать ей еще. Молодец. А там панда. А это очень странный выбор, учитывая то, что там есть ботинки, и то, что здесь агрессивная нага. Я не знаю, в ответ на что он взял панду. Но ему виднее. Ему виднее, я просто не понимаю. Пока что. То есть, да, перспектив, конечно, у панды в лейте больше, чем у наги. И, может быть, Ла Лайт думает, что он переживет нормально. Но, скорее всего, ему не удастся поставить... Он даже не будет ставить базу, получается. Нет, он ставит нычку. Она у нее строится. Он халявит. На мой взгляд, он халявит. Против такого агрессивного опринга, как у Хэппи, брать панду и ставить экспанд, это... Ну, а как он ее прокачает нормально? Мне вообще-то кажется, что если Хэппи не затупит сейчас разведкой и увидит тайминг и местонахождение, он просто не отстанет от панды. Он не даст ей прокачаться до третьего. Ой, панда сейчас спалила всю, всю контору спалила. Куда ты ведешь? Казачок-то засланный. Оооо. Хотя там ДК очень битый. Ой, там хлеборез нарезает. Барак умирает. ДК на последних итак. Нет, 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 нет. Уходит, 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 уходит. Как на тоненького-то, а? Ой, там такой ДК. Ай, нельзя свиток взять, потому что слишком жирные крипы или нага, и можно заскочить. ДК третий получает, монобер, но он живой. Такой там расконтроль был. Вы видели, какой расконтроль там был? Там арчи полегли, я зимнул этот момент. Но он не дал панде прокрепиться. А уже это настраивается Т-3. То есть лич будет, арба будет, просто герои поменялись местами по порядочку. Но вот делать базу, делать панду, и надеяться на то, что у тебя есть время, и тебе позволят, и это раскачать, и это зачистить. И, ну, сейчас посмотрим еще раз. Арчи видишь, здесь только одну, на самом деле. До этого, видимо, был минус Арчи. А там еще минус Шреддер? Да ладно, там Шреддер вроде выжил. Вы что? Какой минус Шреддер? А, Шреддеру догрызли Гули. Он доконтролил Нагу до конца и сгрыз Шреддер. Что? Там минус Шреддер реально у Лолиты. Блин, ну он псих ненормальный. Ну, Панда крепится, конечно, потихонечку. Я не видел, была ли разведка от Хапача, но он должен был эту базу либо читать, либо проверять. Ну все, сейчас Френзи, Лич, Арба и Пуш. Не, может Панду докачать до третьего. Сейчас они, вот видите, как пассивненько Хапач тоже решил покрепиться перед тем, как прийти. Панда продает Мана Дрейн. Димка тоже что-то продал ненужное. Носок приобрел, кажись. И Трушот выпадает Хапачу. Два ноль. Два ноль, пару минут нужно. Ну, Хэппи не должен сейчас идти никуда, кроме как на вражеские экспы. Арба есть, Лич есть. Свиток есть против Панды. Можно взять еще по дороге Свиток, ладно, магазин можно закрепить. Панда не третьего уровня, и не факт, что она успеет, все-таки не успевает. Протектор не достраивается, все, удаляй. Удаляй, домой в Корею. Летим. Твои же шметь. Как он играет? Не, очень четко. Знаете, такое впечатление, что наиграно просто десятки тысяч игр. То есть все четкое, все типовое, все как надо. Тайминг просто. Посмотрите на тайминг прихода. Сколько там в шахте осталось денег? Сколько он успел высосать? Он вообще купил эту базу или нет? Форкет, Нова, минус 4 виспа из 5. Ну и все, у тебя панда с вампиризмом, с москозами. Давай, развивайся. Сейчас даже не обязательно идти вперед. Попачу. Ну то есть можно, но уже как бы не горит. Так, Димка битый. А, Димка там, как вообще, нормально у него? Дима, ты в порядке? Телепорт на 20 хитах. Дрятка чудом ушла, но Мунвеллы нулевые. Т3 у нас нет. Нет, это не Шнита 3. Дима, Дима, как там у тебя? Ну не у Костина, а у Демон Хантера. Минус гулька, минус дриада. Нага пошла, просто поползла за Демон Хантером. Ой, она его сейчас убьет. Смотрим на мини-мапу. Нет, не убьет. Там ботинки у нее тоже есть. Пандорейский пиуар, еще минус дриада, еще минус гулька. Судя по трупам, три дриады, две гулии. Четыре дриады, две гулии. Три гулии, наверху еще один труп гульки. Все, это развал схождения. Какие шансы? Минус панды, до свидания. Дима там бегает по всей карте, спасается, бутылку берет лолита. Ну пей. Запивай горе. Панда все равно сдохнет. ГГ, 2-0, просто в салат. Просто в салат. Вау. Сейчас будет пауза. Так, ну что, ничего, не улыбаемся. Лолайт. Дмитрий Костин в интервью сказал, что хотел бы, чтобы Хитман одержал, чтобы Лолита одержала победу над Хитманом в полуфинале, потому что проще будет играть. А после этого в интервью Лолайт сказал, я как услышал об этом, я прям разозлился, ух, и хочу победить. Но как мы видим, одного желания, это маловато. Поулыбался, поулыбался и уже приуныл чего-то. Есть в Варкрафте такая тема, наверняка вы сталкивались. Вот вы играете, 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 играете там на своем уровне, играете. А потом хопа, и встречаете человека, не знаю, в компьютерном клубе или в ладере. Ну, и там, игра же состоит из большого количества событий. И вы по многим, по многим событиям понимаете, что как бы вы вообще не вывозите. То есть вы находитесь настолько так позади, что сложно сказать, что вам в принципе нужно исправить, что вам нужно исправить до хрена всего для того, чтобы победить этого человека. То есть вам предстоит серьезная работа. То есть вы по щелчку этого сделать не сможете. Ну, и когда у игроков большой опыт игровой, они это тоже прекрасно чувствуют. То есть Лалайджи не просто переустал улыбаться после 0-2. Как бы если бы он был уверен так же, как на старте, что ну чего, сейчас соберемся и погнали. Нет. Тут по большому количеству параметров понятно, что ну ему тут не выплыть просто. Ему не выплыть. О, справедливо, спасибо. Там еще гудгейм плюсы. И прям люди ломаются. Люди ломаются. И после первой игры проигранной, я же говорил, да, вот когда вот эльфа в бо 5 хапач первую карту берет, там как бы сложно найти такого эльфа, который может в принципе оттуда выбраться. Тут лучше эльфы мира. Он только с Фоги не играл, конкретно на этом турнире. Но он с Фоги регулярно играет. Мун был. Вот Лалай тоже. Мун 0-3. Вон, счет 0-3. Лалай пока идет 0-2. Но тенденция понятна. То есть, и я, главное, знаете, я не кричу, эмоций мало. Я просто сижу и офигеваю от того, что как бы интриги нет, шансов почти никаких и до свидания. Я-то понимаю, что происходит, но по игре и вы тоже все видите тоже, что происходит. Стандартные более-менее стратегии, ходы, исполнение очень-очень разнится. Там приходит какая-то новая нага, ДК, Трегули, каким-то макаром на лоу хп, отменяют криппинг, убивают шредера, все выживают. Как это происходит? Круто. Брок говорит, победители в EGL и Colorful тоже эльфы, он турнирец, лучшим эльфам не играл. Там разница не такая большая. Тем более, что Colorful после победы, кажется, приспустился немножечко. И в рейтинге он находится ниже, чем все остальные три эльфа. То есть, сейчас рейтинг такой. Лалает, Мун, Фоги и потом уже Colorful. То есть, ну и в целом, знаете, разница между вот этими вот тремя-четырьмя эльфами в скилле, она не такая значительная, как разница между ими всеми и хапачом. То есть тут, ну, может быть, он отжал бы карту. И то не уверен. Но я бы не называл Colorful лучшим эльфом. Потому что слишком, слишком невелика разница у этих товарищей друг с дружкой. О, суммарно у нас оказывается 5 700 зрителей. Спасибо большое, что смотрите Варик. Отдельное спасибо тем, кто делает это на Гудгейме. Если у вас какие-то проблемы с плеером, помните, что вы можете прямо на ГГ выбирать плеер. Справа наверху есть выбор плеера. Выбрать Ютуб. И смотреть плеер Ютуба. И при этом общаться в чатике. Варкрафт не перестает удивлять. И, конечно, наконец-то мы долгое время страдали без ланов. И гадали, как там с корейцами хапачат, играет. Да, возможно, кого-то тут не хватило. Китайцы не доехали. 120 не доехал. Но Лин тоже со своей супругой из Китая и живет в Китае тоже не добрался сюда. Но Сок был, Лолайт был, Соин был, Мун был. И ни одному он карту не отдал. Хлопит. Спасибо за спасибо. Мы переходим к последней карте. Настолько вот я уверен. У-у-у, хорош. Смотрю на телеке с Витубой, чатик в телефоне. Да, есть такая схема. Тем более у нас есть QR-код, который вас отправит. Это не донат. Просто вы наводите телефон на QR-код и открывается у вас в телефоне чатик Гудгейма. Это как раз для тех, кто смотрит на телеке. Вам нужен секонд-скрин для того, чтобы чатик читать или в чатике писать. Поехали. 2-0. Нотан Айлс. Слушайте, она Нотан Айлс, наверное, может сыграть в... Мне кажется, Лолайт сейчас может психануть и сыграть в Орденку. Или в Кипера. То есть он... То, что он не будет делать Диму, я почти уверен. Потому что она настолько убедительна была в прошлый раз, что... Забей. Что-нибудь меня. Я думаю, надо в Орденку брать. Бери в Орденку, умри, как говорится, красиво. Прочитано, Михаил, или не прочитано? Ну? Правый нижний угол, смотрю. Козел. Ах, ты предатель. Ладно, ну, то, что не Дима, окей. Но козел это... Абузер, короче, он. Я надеялся, на самом деле, на Орден, потому что Орден в руках Лолай. Это такое... Фирменное оружие. Думаешь, Андеда Имба сейчас? Нет. Андеда не Имба. Ни в коем случае. Тут Андеды выигрываются орками, Андеды выигрываются эльфами. Если взять какую-нибудь удачную игру Фогича против Хапача, он отжимал и даже в бо выигрывал, то зависит от исполнения, от уровня исполнения. То есть, как минимум, эти две расы могут выиграть. Я не специалист по Хуменам, по мучапу Хумен Андед. И чувствую, что не хватает Тиаши, не хватает Инхи, потому что с ними было посложнее. Вот, но что касается орков и эльфов, тут явно нет дисбаланса. Тут есть разный уровень исполнения. На мой взгляд. Хэппи Имба сейчас? Да. О, бомбило! Беляки подтянулись! Ргор 1, 2, 3, 4. Добро пожаловать. Добро пожаловать на Good Game. Молодцы, что зарегулись. Спасибо вам большое. Турниры, конечно, и трансляции тоже будут продолжаться, тем более, что в Азии там продолжаются активности, у них свой нэтиз, свой ладдер, свои стриминговые сервисы, свои турниры, лиги и так далее. Но этот турнир чисто по призовому, по статусу, по географии он уникален. Здравствуй, Мика. Давайте к игре. Козел не решился. Отвлекся немножко. Думал диспелить в Испании диспелить. Там зависело от того, как действовал бы ДК. Пытается Лолайт немножко отзонить ДК. ДК интересно, что там происходит. Можно ли кинуть Койл, добить кого-нибудь во время криппинга, или нельзя? Ну, похоже, нет. Похоже, пока нельзя. Энты пожались. Арча попробовала подблочить. В целом, замедляет неплохо хапач криппинг. Сам при этом выходит, подъедая зеленую точку. Я жду сейчас экспанда отеля в каком-то халявном, который как раз Хэпич проверяет сейчас. Ой, молодец. Культ-культ-культ. Миша, добрый вечер. Смотрите, Саш, колу. Сейчас буду заканчивать вуз. Спасибо за эмоции. Спасибо большое за спасибо. Некоторые товарищи, которые смотрели со школы уже там с тремя детьми, потому что воды первые появились где-то лет, наверное, 16 назад. Пошел экспанд. Масс-эйр все-таки, да, думаете? Блин, ну я вообще не вижу перспектив в этом, в масс-эйре против хапача. Это надо так отыграть старт, чтобы тебя на микроконтроле не запушили на нормальном. Ой, все, есть просветка, есть минус арча, задинает не получилось. Просто, ну, просто-просто-просто недоконтроль, понимаете? О-о-о-о, и гули, о-о-о-о-о, так это быстрое. ДК очень битый, но надо экспанд отменять. Вообще не подблочил ДК сейчас справа. Хэппи бы этого ДК не отпустил бы, если бы он был на месте эльфа. Ну там 3-4 арчи, пробегая ДК, зади козел. Минус экспанд. До свидания, мы вернемся к вам минуты через 2. О-о-о, о-о-о, там такая гулька с Клоков Шадоус. Это была ценная гулька такая, с артефактом зеленой точки. И все такие, что, что? Такие гули, такие, о-о-о, раскулачиваем. Это гули зажиточные, у нее был плащ. А было бы прикольно, если бы на гуле отображался этот предмет. А, когда мы первый раз Варик увидели с братом, мы начали присматриваться. А вдруг на героях там когти там какие-то, или перчатки, или там армор какой-то, папа. Но нет, не до конца продумали. А гуля в плаще, это было бы эпично. Представляете, бежит 6 гулей. Нет, бежит гуля, Д'Артаньян, и еще 3 других гули. Одна в плаще, Каналья, все дела, и 3 мушкетера таких. Класс. Варкас можно было так улучшать дальше. Все-таки воздух. Оказались правы комментаторы. Видимо, здесь, видимо, здесь лалает. Так играет. Да, зоги, я постараюсь не забыть после этого. А, если несложно, аспирант зоги, пожалуйста, на полгода кг плюс там отсыпьте. Спасибо большое. Ну что, все ровненько. То, что была отменена база, дает Хапачу где-то приблизительно 2 минутки. Потому что она была отменена где-то процентов на 65. Пять. Грейтер мана. Еще хороший предмет выпадает Д'Ке. Лучший предмет из этой точки. Из там... Пяти возможных. Ну, я сейчас опять начну считать. Дрейн. Инвул. Бутылек такой, бутылек сикой. Пять, да? Скроу за бист. Ну, либо пять, либо шесть. Я, наверное, забыл какой-то. Ну, лучший этот артефакт. Лучший. Для андыда лучший. Собимаска выбита была из магазина. Прибежал козел, отхватил по полной программе и улетел на персоналки. А тут рядышком был просто ДК, у нее тоже персоналки. Это стандартная тема, когда тебя пытаются отвлечь козлик, приходящий во время грейда с Т2 на Т3, для того, чтобы как раз сдвинуть тайминги, чтобы тебе было сложнее атаковать экспант. Но смысл в том... Смысл, смысл, смысл. Как бы это правильно-то сказать? Что, скорее всего, Ла Лайт не сможет отсрочить атаку, которая, скорее всего, станет фатальной. Особенность стратегии вот воздуха заключается в том, что тебе по-хорошему нужно выиграть какое-то время, чтобы у тебя там гиппогрифы появились, чтобы экспант заработал, чтобы вот эта вот первая масса фэриков вышла. И если у тебя не будет там 10 плюс лимита, то делать против финдов и таймингового пуша нечего. А пока тут складывается ситуация, что чуть ли не одинаковое количество лимита будет к тому моменту, когда Хэппи придет. А это развал. Дестройеры. 43-43. О, там есть, как вы видите, золото у Ла Ла Лайт, он может... И он должен будет выходить в 60, когда пойдет атака. Циклон может помочь. Если будет правильно сфокусировано и вовремя кинут циклон, то можно отрезать первых двух финдов, важных причем, очень важных финдов, до того, как до них долетит Койл. Это жизненно, можно сказать, важно. Сетки нет? Сетка сейчас в последний момент будет делать. А может, и есть сетка? А, нет, сетки, извините. Ну, она делается, кажется, 40, что ли, или 45 секунд, я не помню точно. То есть пока будет Undead бежать с одной части карты в другую, сетка сделается. Только я не вижу, чтобы Хэппи ее делал. Когда будет новый ГГ плюс рус с никами, в конце следующей недели как раз мы это должны выкатить под «Меняемся к лучшему» по трансляции. А там смены никнейма, русские ники на ГГ, да. Другие плюшки. Все, веб. Но сейчас я вижу уже, что плюс 12 лимит, это уже ближе значительно к правде. И, повторюсь, в сочетании с грамотным контролем, очень грамотным контролем со стороны Ла Лайета, и вы видите по лицу, что я сомневаюсь в том, что он сдюжит этот самый грамотный контроль. У него есть вероятность затащить. 48, 60. Дмитрий уже почти полностью лбом погрузился в камеру, это значит, что он тотально в игре. И он готов, заряжен, погнали. Так, две сеточки, Моноберна 33, циклон, Лича бьет. Очень нетайминговый циклон, крайне нетайминговый циклон. И Лич под фростармором вытанковывает как царь. Опять нетайминговый циклон, слишком рано. Очень битые финды. Один финт падает. Второй финт еле улетает. Минус гиппогриф 48 на 56. Минус феррик. Финда не хватает, хотя бы одного финда не хватает. Может отобьется. Еще минус гиппос. Нам очень нужен этот финт новый. Как же он не отконтраливает, капец. Летает туда-сюда, не догоняет. Перегруппировается. Минус гулька здесь. 49, 52. Домой. Капец, он ни одной карты за турнир не отдаст. Ребят, я на всякий случай повторю, когда мы первый раз с вами увидели текущую форму Хэппи и сравнили ее с текущими играми, которые мы успели посмотреть. Это было во второй игровой день из четырех. Что я сказал? Что его никто не остановит. Да, интриги никакой. Перегруппировка скорее для того, чтобы подрегениться немножко. Да, там база работает, да, там эльф пытается выйти куда-то, но... Ну, хотя нет. Хотя вот странно, что на красную побежал. Гульку теряет на крепинге. Да, отвратительный артефакт. Слушайте, а может справиться Ла Лайт? 66-53. Вот это время, пока Хэппи бегал и крепился. Ла Лайт, во-первых, тоже бегал и крепился, и там работала база. И... Сейчас Хапач с двух склепов выходит в финдов, а он специально типа посидел, и сделает сейчас плюс там сколько получается? 12 лимита. Смотри, плащ может прожимать, видимо. Это черт узнает. Тут уже масса нормальная такая. Может быть и... Может быть и все. 4 с половиной. Хэппи придется очень хорошо контролить. Я только после того, как сказал, понял, какую чушь сморозил. Сейчас может перехватить кого-то. Иллюзии грамотные. Вау. Ла Лайт видит, что... И он ставит еще третью базу, и только сейчас... Ну, мне ее показывали крупным планом, но я что-то не понял, насколько это нагло с его стороны. Да. Телепорт пошел. Не отступает даже он, смотрите. Погнали. 62-70. 8 лимита. Разницы. Деку, деку тыкаю, деку тыкаю, деку, 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 деку. Дека уходит. Нова в кучу. Минус обсидианка. Не подходи, Дека. А, инвул есть. Протекшн надо было юзнуть. Еще минус обсидианка. 54-68. Ла Лайт разваливает, что ли? Охренеть, четвертый Димка. Димка битый. Пятый ДК. Пятый ДК. Третий Койл. Иллюзия минус одна. Иллюзии только сейчас начали... 64... А может, все-таки Койл как-нибудь прокинем в Димку, а? В Димку Койл прокинем. Прокинем в Димку Койл. Ай, 64. Подошел слишком близко. Лича подставил. Хэппи инвул. 54-62. Размен в пользу Хапача. Очень хорошо. Домой, кажись. Встав. Офигеть. И минус еще 8 лимита на Ферриках, которые там в сетках сидят. Дима возвращается. Попытка... Попытка вернуться в игру. Все красное. Отступает? Почему? 56-50. А, он за свитком отступает. Сейчас свиток лечения будет. Вау. Вау. Сетка, сетка, сетка. Маны нету героев андедовских. Димка тоже подставляется сильно. Горит постоянно. Отступать нельзя. Все в сетке. Это ггшечка. И все. И все сетки карают. Воздух эльфа. 48-47 уже по лимиту Хапача больше. Лич почти пятый. Димка стафается на последних. Но тут все красное. Ловится еще. 5-5. 5-5 героя андеда. Охренеть. Там работает база. Он там почти в шестой ДК. Офигеть. Димка чемпион. Молодец какой. Это уровень. Это уровень. Это уровень. Ну эльфу надо вписываться. Что он? За этот экспанд. Ну там во-первых Койл. Третий сейчас влетит в лицо. Ловит. Почему не ловит? Ловит. Ловит. Нормально. Все. Завязал. Завязал. Вписался. Эльф возможно в последнюю атаку. Готовится кидать третий Койл. ДК издалека. Смотрим. Держит дистанцию. Чтобы не было монобернов. Красава. Пытается еще кого-то словить. Кабана поджарил. Дима пробегая мимо. Восстанавливается. Прокликивает тележку свою фирменную. Чтобы она жизни и на ману. И карает экспанд. 46 на 58. Уже не вытащит здесь никак. Сетка, сетка. Вот это финальный врыв от Димки. Димка получает фокус. Отконтраливается финт. Отконтраливается второй. Дима сейчас Койл словит. Не, не словит. Аккуратненько. Хэппи даже ману не тратит в ДК. Он просто давит. Просто давит. Душит. Финдами своими. Минус гиппогриф. Еще один. Четыре лимита. Убивает. Одного Феррика. Второго Феррика. Третий подставляется. Уже недоконтраливает немножко. Дима теряет финда. Уже. Празднует. Празднует. Почти что. Смотрите на вебку. Обязательно. Обязательно на вебку. Скоро эмоции пойдут. Он не очень эмоциональный, но в такие моменты, я думаю, прорвет. Души его. Души, 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 души. 58 на 80. Ой, на это. Это 58 на 46. Там 90 вообще было. Там просто мануэлов много. Подходит. Нова. Фокус. Замахнулся. Он разводил его на став. Это так красиво. Комментатор не заметили. А он вообще такой, он даже лалает сейчас в последний момент. Видимо, не увидел. К суде по второй реакции. Вы поняли, да? Что Дима просто на шаг впереди. Короче, он фейковал Койл, но Эльф даже не заметил первый фейк. Потому что на второй фейк он среагировал уже после того, как Койл прилетел в него. Все, он уже поплыл. Он вообще не соображает ничего. Ой, такие нюансы здесь. Прям нюансировочка хорошая. О-о-о-о. ГГ. Да! 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 3-0. Просто ни одной карты Димка не отдал. Красава. Молодец. Все. Е-е-е-е-е-е-е. Досмотрим. Обязательно еще интервью будет. Кубок бери. Simply the best. Давайте послушаем. О-о-о-о. Вообще класс. Без шансов. Ну без интриги, конечно, но без шансов просто. Без шансов. Красиво. Пошли еще прям очки в чатике, да, молодцы. Спасибо, ребята. Поздравляем Хэппи. Безупречное выступление. Каждая игра шла по плану. Все шло так, как ты планировал? Да нет, я не ожидал, что никому карту не отдам. Некоторые карты были очень близки. Например, что вот последняя тоже была очень близкая. Да, и в Соком я в группе тоже в притык играл. Но я очень счастлив, что... Что вы... Одержал по вину турнире, не отдав ни одной карты. На Консил Хилле играл через демона. И в определенный момент ты словил финдами. Я видел даже, что ты улыбнулся. И ты что-то сказал вслух? Я вообще ничего не говорил. Я пытался забайтить его. Типа, ну, а, хотел его забайтить, а получилось, и был рад, что получилось. По поводу других вещей... Я думаю, что он проиграл, потому что он может поставить экспант и удержать. Но увидел, что у меня большая армия, и я отдал. У него апгрейды были 0-0. А к тому моменту я шел к нему, у меня были 2-1. Я вряд ли бы проиграл с такими апгрейдами в будущем. На Тайт Хантерс, крипджек на лаборатории. Так. Лайт хорошо крипится, известно этим. Ты вовремя подошел очень. Ну, вообще-то я думал, что он будет думать оранжевую гнолов. И когда увидел, что пан... Куда панда идет, я понял, что... Ну, почти, да. Я не ожидал, что так много урона нанесу. Я там пожадничал немножко. Но потом, после этого, конечно, после того, как он Шедера поиграл, я уже заранее перевожу. Да, и Аов потерялся, не смог так быстро закрепить панду. Я его запушил и выиграл. На третьей карте на Знайлз он играл через масс-воздух. Я не уверен, что нужно вообще тренироваться специально против этого. Потому что и Фоги так играют, и... Были какие-то беспокойства? Или все-таки нужно периодически играть для того, чтобы против этого стиля нормально играть? Ты и Миккирилл хорошо, конечно, бла-бла. Ну, я знаю, как играть против воздуха, просто не часто играю. Я бы сказал, что сейчас эльфы, даже если они идут в воздух, берут панду, я стараюсь в бейстрейд играть вообще. Но в этой игре не очень все хорошо шло. У него могло бы быть два Аова, было бы много Арчей. И поэтому, я думаю, я слишком много времени потерял на его экспанде. Надо было крепиться. После этого, я думаю, его ошибка была не... Он не диспейлил меня, у меня столько иллюзий было. И еще, я думаю, что... Он телепортировался просто в одно место, телепорт был плохой. И все, в сетке было. Но вообще, я не ожидал, что на этой карте я одержу победу. Как-то получилось, что ты выиграл. Был сильный мой WarCraft 3 игроков, потом в StarCraft переключился, сейчас опять WarCraft. Сейчас вообще, тени сомнений нет, что ты лучший игрок в WarCraft 3. Самый главный атрибут, самое главное качество. Больше всего играешь, там, больше всего труда вкладываешь. Или в системе тренировок, в системе... В чем секрет? Консистент. Консистент. Ответственный никакой, не знаю. Последовательный, наверное. Я не знаю, как переводится, простите. Есть какие-то... Планы на призовые есть? Стабильные, постоянные. Констант, консистент. Все правильно, сори. Или не думал об этом? Ну, сейчас призовые отложат опять. На лучшее время оставляю. На худшее время. Я не уверен, что... Что с WarCraft будет, видимо, дальше? Эти деньги мне определенно понадобятся. Доставил удовольствие покомментировать. Давайте, давай, бери кубок и... Ну что, друзья? Ну, хэппи чемпион, да. 3-0, 2-0, 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Красиво играет, красиво. И это историческое событие. Шикарный призовой, отличные игроки. Димка молодец. Легенда. Император. У него улыбка, причем, меняется, понимаете? И тогда он улыбается, потом иссякается, потом... Все, сейчас я решил улыбаться. И я буду улыбаться. Красава. Очень последовательно. То есть он не улыбается без четкого убеждения, что нужно улыбаться. Капец. Он псих, его невозможно выиграть. Вы видели? По мимике можно понять, какой у него характер. По мимике понять можно. Он улыбнулся. Заселф контролил себя. Проработал, что можно. Да, можно. Все. И пошел улыбаться. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это машина. Это машина. Это такой уровень самообладания. Вы понимаете? Нет слов. Люди, попадая на Лана такой, и мы видели, сколько косяков было у людей, которые, ну, все это время в онлайне чемпионили. У него один тот же уровень, просто стабильно высокий, стабильно высокий. Хапач всех нагнул, прикинь. Ни одной карты никому не отдал. Просто 2-0, 2-0, 3-0, 3-0, 3-0. Муны там вообще плевать ему. А в конце, смотри, берет кубок, сначала улыбается коротко, потом осекается, задумывается на доли секунды, а потом снова уже улыбается без сомнений. То есть он улыбнулся, задумался, стоит ли ему это делать или не стоит, и уже потом, приняв решение, он продолжил улыбаться без перерыва. То есть у него такой прям, такой самоконтроль дикий. Удивительный человек, конечно. Друзья, отличный был турнир. Спасибо вам большое за то, что смотрели, за то, что болели. Отдельное спасибо за то, что делали это на Гудгейме. Увидимся с вами завтра, послезавтра, послезавтра на трансляциях на ГГ. Я, скорее всего, попробую выполнить все-таки этот челлендж. Да не скорее всего, я выполню этот челлендж. Он висит в чатике, 126 тысяч рублей. Надо всего лишь одну карту пройти в биллионсах, и все. Завтра вечерком увидимся. Я отдельно приглашаю вас на трансляцию по сайту в пятницу предстоящей недели, где мы выкатим новые функции, отчитаемся о том, что сделали, и вместе с вами попробуем сделать сайт получше. Вот, поэтому приходите. Оставляйте свои замечания, пожелания. Я пойду, наверное, либо с «Соколом» играть, но не факт, что со стримом, либо уже отдыхать. Лучше все равно, чем сегодняшние матчи, мы ничего не увидим. Хорошего вечера. Спокойной ночи, до завтра.